Сказала, что не сможет заботиться, что она родится больной. Попросила что-нибудь придумать, найти хорошую семью. Умоляла, плакала. Ей больше некому было помочь. У нас огромная семья. Как это некому? Мы есть. Она сказала, папа отрёкся от меня, я не могу звонить им. Да упокоится он с миром, но ты знаешь его нрав. Что мне оставалось? Я ходила к одной семье. У них не было детей, хорошие люди. И финансовое положение стабильное. Я подумала, что они будут холить и лелеять девочку. Решила сделать добро и отдала им малышку. Я бы так ни за что не поступила, зная, что так получится. Что делать, Марьяман? Ребёнок не успокаивается. Она голодная, не спит, постоянно плачет. Как нам её успокоить? Ну зачем так издеваться? Я сойду с ума. Вы поступили неправильно. Не зря же я не сказала Ильясу, где она. А, кстати, где Ильяс нашёл их? Не понимаю я. Приехали. Ну и где это? Согласно звонку, ссора произошла в этом доме. Я не понимаю, почему люди ругаются, когда можно жить спокойно и счастливо. Что с тобой? Ты с самого утра источаешь любовные флюиды. Видал? Я сегодня сделаю Нермин предложение. Друг, ты уверен в этом? Уверен. А что не так? Когда мы впервые увидели её, у девушки была передозировка, поэтому я спрашиваю. Это всё в прошлом, понял? Достали. И не забудь забрать счёт. Там только пара человек, ты сам справишься. Относи к клиентам. Привет, Айча. Здравствуй. Присаживайся. А Тахир не придёт? Не знаю. Понятно. Чем тебе угостить? А у Мера нет? Днём у Мер работает в мотошколе. Обычно он заезжает по вечерам. В Бурсе много дел. А что? Если есть проблемы, я могу помочь. Нет никаких проблем. Я пришла выпить чего-нибудь. Я думала, что Ильяс начальник. А оказывается, всем заправляет. У Мер. Нальёте мне белого вина? Только холодного. Можно одной из тех. Слушаю, Тахир. Где ты, любимая? Где я? Мы с коллегами зашли посидеть в кафе Ильяса. Спасибо. Ты не пьёшь алкоголь? Нет, ну что ты. Мы пьём кофе. Ты не жди меня. Сам поужинай. Я не задержусь допоздна. Хорошо? Пока. Приехали. Объявилась вторая Хелин. Послушай, Нермин. Дочка так не может продолжаться. Девочка совсем измучается. То в одном доме, то в другом. Не страшно? Я уже четыре года живу без дочки. И дальше проживу. Смотри, её и сейчас нет. Она ушла. Ночует в другом доме. Со мной что-нибудь происходит? Нет. Значит, я могу жить и не умираю. Продолжаю дышать. Всё в порядке? Заходи, сынок. Заходи. Добрый вечер, тетя Фатма. Добрый вечер. Я хотел поговорить с Нермин. У меня к ней важное дело. Наедине. Если вы позволите, мы можем выйти на пять минут? Спроси меня. Меня. Спрашивай меня, хочу ли я выходить с тобой на улицу. Но это важно, Нермин. Очень важно. Что важно? Насколько важно? Что? Ты сделаешь мне предложение? Да. То есть, возможно... Господи. Что с тобой? Спрашивайте, что со мной? Я через четыре года нашла свою дочку. Она даже рядом со мной не может находиться. Ушла и живёт в чужом доме. Я никудышная мать. И тебе буду никудышной женой. И дочка из меня никудышная. От меня никому не будет проку. Оставьте меня в покое. В чём дело? Кажется, Зафер хотел сделать ей предложение, Ильяс. Она нагрубила ему и ушла. Мне совсем не нравится её состояние. Я предупреждаю. Субтитры создавал DimaTorzok Нормин, что ты делаешь? Нормин, что ты делаешь? Ильяс. Всё образуется, сестрёнка. Не падай духом. Ильяс. Отвези и отдай мою дочку её маме. Поезжай и найди эту семью. Поскорее верни им их ребёнка, пожалуйста. Я не хочу, чтобы она страдала ещё больше. Пожалуйста, Ильяс. Субтитры создавал DimaTorzok У тебя всё будет хорошо. Моя дорогая девочка. Ты ещё молодая. У тебя будут другие дети. Мама. Мама. Тише, милая. Не плачь. Мама, мне так плохо. Как дела, Джам? Привет. Пойдёт. Кто к нам пришёл? Если бы я знал, что придёт такая красивая и одинокая девушка, я бы приехал пораньше. Джам, ну как это некрасиво? Оставил госпожу Эйчу совсем одно. Я как раз собиралась уходить. Я очень припозднялась. Мне пора домой. Я отвезу тебя. Ты не найдёшь такой час такси. Спасибо. Доброго вечера. До свидания. Не нравится мне это. Невероятно. Она пытается усыпить Мехмета. Заметно. Не смейся. Я не хочу, чтобы она грустила. Так она отвлекается. Я ничего не говорю. Пусть остаётся. Так веселее. Столько детей. Есть ещё? Приведём и поставим всех вместе в манеж. Салиха? Привет, Салиха. Какими судьбами? Асия. Я должна поговорить с тобой на очень важную тему. Давай, говори, что хотела. Раз ты так поздно приехала. Знаешь, кто эта маленькая девочка? Гюль? А что не так? Она твой приговор. Она как бомба с часовой механизмом. Салиха, о чём ты? Говори прямо. Ильяс. Пообещал жениться на Хелина. А взамен Хелин купила Гюль у её семьи. Что? Как жениться? Как купила? О чём ты говоришь? У её отца карточный долг. Хелин заплатила её семье 500 тысяч лир и забрала ребёнка. А Ильясу сказала, разведёшься с Асией и женишься на мне. Нет. Это уже слишком. Нет, Салиха. Ты прости, но я никогда... Я никогда не поверю в это. По-моему, они разыгрывают тебя. Ильяс не может быть таким подлецом. Исключено. Я собственными ушами слышала. К тому же, Умер не знал, что я услышала. А потом он взял с меня обещание, что я буду молчать. Салиха, ты прости, но, по-моему, Хелин использует твоего мужа. Наверняка есть причина, по которой он так солгал. Я завтра поеду к Ильясу и напрямую спрошу его. Я выясню правду. Но это исключено. Я не верю в это. Представляешь, свекор покорно подписал все обязательства. Это семейка Ас еще у меня попляшет. Попляшет. Тебе не жалко его? Человек бывший государственный служащий. Живет на одну пенсию. А ты еще и натравил на него оптовиков. Что он теперь будет делать? Как говорится, как аукнется, так постепенно и откликнется одна. Не надо было ранить меня ножом. Что значит имя Осман? Означает дракон, братец. Погоди еще. Ты увидишь, что этот дракон сделает семейки Асов. Я их всех сожгу. Кстати, я договорился насчет магазина. Если понравится, на следующей неделе откроемся. Отлично. Чудесно. Дядя Осман, приятного аппетита. Спасибо, присаживайся. Нет, нет, я не буду, спасибо. Мы собрались поужинать, а моя жена сожгла еду. Вот я и приехал купить что-нибудь готовое. Тут? Готовое? Да, готовое. Можете поверить, мне дали в советнике Айчу, так как побоялись, что я не справлюсь. Ну ладно, еще раз приятного аппетита. Спасибо. Что мы здесь делаем? Давай уйдем отсюда. Я специально привела тебя сюда, Умер, чтобы устроить экзамен. Но ты не прошел его. Я не люблю трусливых мужчин. Кстати, я заказала для Тахира салат, котлеты и хумус. Он очень любит. Закажи тоже что-нибудь. Сделаешь сюрприз для жены. Прошу, ваш заказ. Благодарю. До свидания. Доброго вечера. Нет, ты видел проститутку? Честное слово, я боюсь ее. Ей все, как до лампочки. Теперь она крутит шашни с этим. Ты видел этого, Умера? Он только что женился. Ну как так можно? Поверь мне на слово, она такая одна, на всю вселенную. Уверяю тебя. Да какая тебе разница? Из-за таких людей попадают в передряги. Ты не пострадал из-за этой женщины? Хватит уже. Не связывайся с ней больше. Хорошо. Но я не могу забыть ее. Ты понимаешь, не могу забыть. Может она подсыпала мне приворотное зелье? Одурманила меня? Что за чушь? Слушай, я во все готов поверить. У тебя есть кто-нибудь из знакомых, кто развеет это колдовство? Да что за напасть. Нет у меня таких знакомых. Давай выпьем. Нет таких, нет. Как дела, Ильяс? Вы нашли семью Гюли? Нет. Не нашли. Они исчезли. Что значит они исчезли? Ильяс, как вы запугали людей. Как они могли уехать? Куда они уехали, бросив ребенка? Ты мне лжешь, не так ли? Я не верю тебе. Ты лжешь, Ильяс. Ты даже не ездил к ним. Ильяс, ты скажешь мне. Скажешь правду. Ты скажешь мне, что вы сделали с ее семьей. Ильяс, умоляю, не поступай так со мной. Я тебе не верю, Ильяс. Дочка, дочка, тише. Ильяс. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Тут что-то не так, мы ничего не поняли Они уехали, ни с кем не попрощавшись Ладно, пошли Мы найдем их Найдем